здравствуйте друзья у нас сегодня 10 июля мы с ариэлем нашим гостям продолжаем тему и тему которая вас очень заинтересовала но прежде я вам хочу показать какие чаи я заготавливаю сама здесь в швейцарских альпах вот смотрите это пяти литровая бутыль здесь чай антибиотик я конечно раздаю всей своей семье семья моя большая четверо детей но их семьи конечно друзья так что я хотела сказать чего мы начнем у нас сегодня тема бесы бесы тема которая интересует многих людей тема которая не открыта вообще в интернет пространстве не знаю почему вероятно есть на это какие-то соображения у людей или просто не знание вопроса ариэль он специалист в этом вопросе он все знает на эту тему во всяком случае многое и может вам ответить на многие вопросы но прежде чем мы начнем нашу тему расскажу невероятный случай из своей жизни делая это было в марте как раз та самая бальпургиева ночь мартовские горки всякие красные и вдруг я вижу конечно я вошла вмешалась случайно чужое пространство я видела как кремле вызывали того самого пана который с красными рыжими ногами копытами бежал по кремлевской стене на самом деле это было так я просто случайно увидела это в эфире но бывает так случайно нажмешь на эту кнопочку и войдешь не в то пространство и после этого через пару часов у нас по кутузовскому проспекту где я живу напротив кстати дома брежнева и андропова по кутузовскому проспекту пошел огромный поток автомобилей буквально вот шесть рядов как идет кутузовский широкие части вы знаете полосы 6 рядов в одну 6 рядов в другую сторону пошел поток черных лимузинов люкс-класса и все шли со стоп-сигналами они мигали какой в этом был смысл не знаю эти стоп-сигналы вероятно они обозначали своих но во всяком случае я видел ритуал в кремле я случайно его как бы одним глазком застала и увидела того пана беса которого они вызывают для поддержки своей власти власть людская она ничтожна она не может базироваться то есть человек над человеком не может властвовать он может только при поддержке вот определенных сил которые силы природы силы параллельных миров силы потустороннего нижнего мира вы помните адды данте как он описывал и вот к этому вопросу мы сейчас с вами вернемся ариэль вы скажите что вы заканчивали как вы как бы ваше образование состыковывается с этой темой чтобы люди знали что они говорят не с профаном а с профессионалом но образование это конечно не может такое иметь формальную какую-то структурную но в принципе у меня есть базовая ну можно сказать богословская потому что я оканчивал ешиву ну естественно это иудаизм консервативные это пять лет обучения то соответственно это ведь ну то что так называем ветхий завет то есть это тора плюс все пророки и другие книги которые включены ветхий завет талмуды естественно но и другие философия еврейская и так далее и после этого то есть после пяти лет вот этой базы я еще на протяжении где-то двух-трех лет очень подробно детально изучал эзотерику но фактически всю западную то есть это христианская эзотерика и западная эзотерика современная более и соответственно философские какие-то трактаты суфизм что это эзотерика ислама и после этого всего естественно я состоял еще в таком ордене древнем орден и которые фактически уже путем инициации посвящений это не масонство потому что в масонстве я тоже недолго состоял но масонство на сегодняшний день это она фактически уже совсем не то масонство поэтому это более такая театральная сегодня организация а настоящее знание они находятся все-таки больше в закрытых эзотерических орденах их много их сотни на сегодняшний день они за последние десятилетия очень сильно расширили и свою базу кадровую и уж тем более ресурсную потому что сегодня за каждым крупным скажем так бизнесменом ну мирового порядка и за вокруг очень крупных компаний транснациональных всегда есть какая-то закрытая ложь она может быть и масонская в том числе но больше это все-таки эзотерические такие закрытые организации которые аккумулируют древние знания универсальные знания не обязательно какие-то религиозные потому что как правило философские и вот эти коммунические все учения они находятся над религиями потому что творец един а религия это всего лишь разные пути к и к единому творцу поэтому не может быть единственно верной религии каждая религия это пути к творцу а творец он един и мироздание она едина естественно поэтому в общем в общем и целом у меня где-то наверное багаж ну порядка 15 лет изучения религиозных эзотерических философских оккультизма и прочего всего но оккультизм опять-таки это я говорю как просто понимание определенных законов и циклов это не значит что я этим занимался ни в коем случае потому что все это налагает естественно знание это большая ответственность а когда ты используешь эти знания это колоссальная социальная ответственность перед социумом поэтому очень важно мудрецы в основном те кто обладают действительно закрытыми знаниями они ведут затворническую жизнь они ни в коем случае не стараются участвовать в каком-то управлении манипулирование социум вот этим как раз всем и занимается демоническая структура потому что дима задача демонической иерархии инфернальных миров это чтобы лишить человека свободного выбора божественные миры дают человеку свободный выбор и он выбирает свой путь демонические все иерархии а их много это не какая-то одна вот религия вела дуализм да ад и рай но это абсолютно не так это гораздо многогранно это пересекающиеся миры которых очень много и самих иерархии очень много и естественно они делятся да на светлые да на темные но это в макро понимание а в микро понимание нашего мира их очень много и большинство людей к сожалению естественно находятся в демонических структурах и развиваются по программе они по своему свободному выбору именно поэтому человечество она находится в такой тяжелой исторической всей конверт воин голода различных катаклизм то есть мир фактически не знает периодов он отдыха всегда идет какая-то война то есть это есть изгнание из рая вот в раю когда в условном раю да это опять таки это все условное обозначение адамические души когда были исторгнуты из рая они сделали свой выбор на самом деле адам сделал свой выбор познания физического мироздания а это значит отказ от бесплатных даров и плодов божественных миров и он выбрал знания и труд да то есть он решил сам трудиться сам все делать то есть снизу вверх не пребывать на каком-то высоком уровне как духовное существо а опуститься в самый низ материального мира и с этой точки начинать свою свой долгий и тяжелый путь к постижению творца а религия это всего лишь разные лестницы которые ведут фактически к одному и тому же и поэтому люди абсолютно всех религий ну правой руки да то есть религий настоящих настоящих которые значит пропагандирует во первых блога как творца как единого живого бога во вторых учат добру да не убей не укради это же универсальные догматы каждой абсолютно любой миролюбия да там помощь слабым защита слабых и тогда это же есть во всех религиях поэтому по сути все религии говорят об одном и том ну вот это то что называется бэкграунд и на основании этого естественно я контактировал с многими сотнями людей ну вот буквально сотнями которые находятся каждый на своем уровне и занимается каждый своим делом естественно в разных вот этих структурах кто-то чисто религиозные деятели кто-то политики которые используют вот эти знания вот эти вот механизмы инструменты для политических каких-то аспектов кто-то для бизнеса это более приземленное вот но тем не менее она наиболее эффективная потому что если правильно работать с деньгами а деньги это энергия прежде всего да это же не бумажки которыми мы в кошельке у нас находятся деньги это энергия передача энергии внутри социума деньги это по сути кровь социума она в талмуде деньги так и называются дамим дамим это от корня дам дам это означает кровь а адам это имя опять-таки не собственная а именно рицательная адам это и дом это адаме да то есть похоже на творца доме это похоже на творца и то же самое корень дам кровь ну вот такая интересная значит потому что все языки опять-таки произошли с санскрита и они тоже несут как бы каждое слово и каждый корень слова он несет определенную энергию да когда мы что-то произносим вербально ведь мы даже не желая того многие вещи искажаем когда мы их произносим потому что не всегда возможно выразить вот многогранность того что говорит человек даже я когда пытаюсь общаться широкой аудитории нас смотрят тысячи даже десятки тысяч людей я стараюсь не сколько говорить словами а передавать мысли формы но естественно каждый человек по-разному их может воспринимать потому что у каждого свой уровень духовного восприятия и духовного зрения поэтому естественно говорим мы словами для общего понимания но слова они очень ущербны и очень узко выражают те мысли которые мы хотим на самом деле передать и вот тут очень важно делать сноску чтобы люди не все понимали буквально а видели некие образы и перспективы и тогда их картина восприятие будет гораздо более взвешенный рациональный и полный ну как они должны это видеть вот вы получили образование у меня три высших образования и тоже с этой как бы связано с этой же темой да это скажем были такие отделы военные организации которые занимались это барченко боки вот как бы я себя отношу к этому разделу познания наших всяких тайных культур а как людям то обычным то понимаете да вот сейчас мы да я как раз вот сделал эту вводную часть чтобы у нас был единый знаменатель понимания да и теперь мы можем сказать практически ну во первых естественно мы все знаем что чтобы сильно не уходить в историю а говорить о вещах которые известны вот буквально всем и каждому возьмем значит февральскую революцию а затем ноябрьскую революцию до октябрьскую революцию которая произошла в россии семнадцатом году значит вот это типичный сатанинский план во первых все люди условно потому что это оболочки начиная с ленина и заканчивая 80 процентами вот этих революционеров первые когорты они все были демонически инвальтируемыми сущностями то есть фактически они были то что в народе в русском языке называется одержимые бесы вот именно они такие из себя сущности представляли ну троцкий это же был просто мега демон вот так называли демоном революции вот а землёвьев камень они были ничем не лучше то есть просто он был ленин и троцкий были самые кровожадные поэтому они заняли самые высокие посты в этом деле значит они проходили инициацию могу я вас прервать давайте мы уточним для наших зрителей что наверх всегда попадали люди которые были наиболее кровожадными потому что именно это кровожадность их выталкивает наверх демонические сущности их к этому поощряют но самый кровожадный он как раз выходит наверх чтобы люди понимали что это не просто человек оказался на пьедестале власти да совершенно верно и это происходит еще со время со всех древних времен фактически это происходит первым самым главным и самым кровожадным и он описан персонаж в библии это царь немрод до который построил вавилонскую башню и он был очень кровожадный потому что он буквально строил ее на костях и крови в качестве цемента это были кости и плоть человеческая поэтому естественно демоническая иерархия ее задача затолкать нашу цивилизацию в демонии в развитие в рамках демонической иерархии это значит лишить ее свободы воли свободы воли выбор вот и все порабощение душ на многие инкарнации вперед да на бесконечное количество вот этих вот циклов значит и и мало того с каждым историческим циклом на самом деле кровожадность и вот этот инструментарий порабощение он только увеличивается потому что ну вот самое страшное что человеческая наверное история видела это как раз таки то что произошло в девятнадцатом веке это сначала ужасы первой мировой войны это действительно были ужасы потому что никогда артиллерия не разрывала людей на части вот буквально 20 количество это 20 20 20 19 год 19 годы 20 век совершенно верно значит первая мировая война первое применение массовое химического оружия это тоже ужас которое человечество ну в таких масштабах не знала затем вторая мировая война вот что было понятно освенцем биркинау это типичная проекция демонического мира на физический план вот чтобы понять объяснить человеку хорошо что такое демон и что демонический мир это освенцем биркинау вы хотите жить в таком мире то есть если вы будете действовать и поддерживать нынешних политиков то вся россия станет гулагом как бы к этому все идет у них других мысли форм не существует это лагеря смерти лагеря уничтожения это вот эти вот да то что данте описывает в своей значит поэме вот этот ужас а да вот это то что будет то есть это проекции которые они реализуют они на другое не способны поэтому вот эти люди которые теперь для того чтобы это реализовать необходимы люди-трансляторы которые принимают вот эти низкочастотные энергии и за счет тех ресурсов которые они энергетических и психологических получают с людских масс они их отжимают как ну вот как виноград отжимают для получения вина вот тоже самое они производят социум для получения вот этой психофизической энергии которая их и усиливает и соответственно кто самый кровожадный хищник то наиболее способны выпивать самое большое количество энергии тот и быстро возглавляет процесс то есть это происходит как бы внутренними законами этому противостоять практически невозможно единственное что провидение иногда вносит свои корректировки потому что все равно мессианские божественные миры стоят на и когда человечеству грозит ну уж совсем тотальное уничтожение они могут вмешаться напрямую чтобы все-таки не дать свалиться ситуации в абсолютно безвозвратный сценарий развития событий да то есть мы можем рассчитывать но это не факт что так и будет что третья мировая война ядерная нас всех не уничтожит да скорее всего она нас не уничтожит потому что провидение защитит не даст уничтожить человеческую цивилизацию но это не значит что не погибнет две трети этой цивилизации это не значит что не погибнет сотни городов это не значит что не погибнет миллиарды людей и кстати тут еще одна очень важная ремарка которая тоже была во многих комментариях нашем видео она имеет прямой на самом деле отношение к этой теме это количество людей на земле да вот многие официальная наука говорит что нас там около семи восьми миллиардов кто-то говорит нет это цена завышенная никаких этих миллиардов нет нас от силы там 400 миллионов но истина где-то посередине да то есть я тоже считаю что у нас не восемь миллиардов я считаю что это цифра завышенная в разы но это не принципиально потому что на таких масштабах цифр нас три миллиарда или восемь миллиардов это не принципиальная разница потому что соотношение пропорции будет работать одинаково поэтому спорить об этом ну немножко бессмысленно конечно же нас не 400 миллионов потому что но если просто суммировать население известных стран где точно все подсчитаны то мы придем конечно к цифре в два три миллиарда я считала поэтому я считала сама попыталась посчитать года два наверное назад по странам у меня вышел где-то около миллиарда но я вам хочу сказать что если цифра была когда-то 7 миллиардов и сегодня она около миллиарда или даже два миллиарда это говорит о том как трудолюбиво поработали все эти сатанинские сущности над народами нашей земли то есть в принципе все что вы сказали оно ложится в канву только удвоивается в своем так скажем сжатии как шагреневая кожа так же и человеческая людская масса сжимается на земле мы не видим что люди и гораздо меньше становится на земле с каждым днем и с каждым годом да это будет давление только нарастать потому что еще раз вот многие тоже смеются бы это тоже была одна из комментариев нашем видео когда я сказал что ресурсы ограничены они тихиха земля может прокормить гораздо больше конечно может но кто же ей даст лошадь может съесть там на столько-то тонн корма да кто же ей даст потому что все равно есть такое понятие ископаемые доступные легкодоступные и сложно доступные это объективная истина что легкодоступные они уже выработаны понятно что они в земле глубоко есть еще но до них же надо еще добраться а то что отравлено гигантское количество ну фактически вся пресная вода которая доступная которая возле городов возле мегаполисов она уже отравлен так конечно ресурс чистой питьевой воды пресной он намного меньше чем он был 30 40 лет назад это же очевидно естественно точно также все почвы которые обработаны пестицидами химикатами на протяжении последнего века а это же длится уже 50 60 70 лет активная обработка пестицидами и химикатами то как можно говорить что ресурсов как было так и осталось земля же заражена вода же отравлено так как же это говорит о том что ресурсов стало больше нет ресурсов стало меньше в разы вот это давление она будет нарастать и соответственно сужать в свободный выбор каждого человека так вот те демонические сущности которые поработили тогда российскую империю свергли царя помазанника божия да и привели стали своих ставленников начиная с ленина троцкого и вся эта когорта которая шла за на за ним они никуда не делись с девяносто первого года как бы государство старое советское прекратило существовать но они как сидели висели над кремлем поскольку они вообще же не находятся на физическом плане поэтому можно кого угодно там убить уничтожить но это никак особо не повлияет на вот этот общий расклад понятно что соотношение сил между этими инфернальными существами поменялось но то что они остались то что они контролируют и более того их контроль сегодня вырос многократно потому что общество в целом отупела одурела их скармливают во-первых телевидение интернет вот этими абсолютно бесовскими контентом абсолютно во вторых еще питание гораздо хуже стало вот и в третьих образование медицина вот эти все прививки и так далее которые ну просто это генномодифицированные все вот эти вот инструменты по убийству населения по сокращению населения вот поэтому то те люди которые сегодня управляют нами по сути их за людей считать нельзя это не люди в общем понимании у них тела как у людей но они настолько инвальтируемы их сознание настолько контролируется кстати тут есть очень важный момент как распознать человека который находится под очень плотным воздействием внешнего управления эти люди как правило очень трудоспособные и мало спят и нам очень часто говорят в позитивном плане вот какой хороший политик он спит всего 4 часа в сутки это как раз таки и указывает на то что он получает очень мощные инвентации внешние за счет которых он и дергается потому что это как кукла на вот этих вот повязочках просто эти повязочки они не физические они энергетические он получает подпитку и у него постоянное желание действовать вредить делать какие-то вещи которые будут еще больше загонять народ вот в стойло да чтоб стойло каждым разом было все меньше все уже и чтобы поводок затягивался может быть это кокаин ариэль может быть это кокаин кокаин они используют абсолютно все на наркотики психотропные средства это один то же самое как и медицина современная так и вся наркология современная это все щупальца одной руки это фактически все инструменты бигфарма и соответственно курение например человек может иногда курить табак я тоже иногда люблю выкурить сигару но это иногда это редко это раз в месяц она не может оказывать никакого влияния но человек который подсажен на это это совсем другое у него мысли уже меняются идеи то же самое и алкоголь человек может раз в месяц выпить 50 100 даже 200 грамм там 300 миллилитров хорошего вина почему нет это то ра это не запрещает есть религии которые это запрещают но христианство иудаизм не запрещает иногда можно выпить вино по праздникам это абсолютно нормально вот но если ты регулярно употребляешь то конечно же твое сознание меняется так вот самые опасные сущности которые есть на сегодняшний день это те которые обрабатывают массы и в нашем русскоязычном российском я бы даже так сказал пространстве эти личности известны в первую очередь это вот человек который является полным олицетворением зла и демонов в нашем физическом мире это шапира соловьев этот этот человеком назвать его невозможно потому что это уже абсолютно не человеческое существо задача которого нагнетать войну на весь человека ненавистничество стравливать стравливать народы между собой чтобы получать вот эту энергии страдания более значит вот такая которая происходит вследствие вот этих военных действий потому что если просто проследить хронологию то именно соловьев он был главным инвальтатором общество российского по милитаризации и началу вот этой страшной войны где уже миллионы жертв ну если считать всех вынужденных переселенцев это же люди которые страдают представьте взяли семью из из какого-нибудь запорожья они сейчас живут где-нибудь снимают маленькую комнату во львове или где-нибудь еще они же страдают они ежедневно страдают а вот эти сущности питаются энергиями страдания людей поэтому соловьев плане вот этого сатанизма который он реализует он гораздо страшнее любого герри генерала суровикина потому что суровикин контролирует фронт да то есть вот убили на фронте тысячи человек окей он несет за это ответственность но соловьев несет ответственность за десятки миллионов тех кто пострадает за души да мне кажется души здесь самое важное потому что он собирает души а вот кто конечный потребитель этих душ это уже другой вопрос это уже абсолютно не человеческие это уже идут абсолютно на физические вот эти субстанции как можно называть да скажите пожалуйста а вот каким образом у нас кстати с вами осталось восемь минут а скажите пожалуйста каким образом эти демонические сущности управляют обычным человеком для того чтобы через него как вы говорите получить трансформер да как они управляют им управление происходит по 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 каналам по это называется каналы но фактор на канала неважно это синонимы души тонких тел это не совсем души а потому что душа обречена во многие 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 слои более тонких тел их действительно большое количество и происходит связь между значит вот этими сущностями которые находятся в по сути если выражаться нашим обычным языком других измерениях да назовем это так в параллельных мирах в исходящих или нисходящих и так далее их много тоже происходит взаимодействие как правило именно человек который находится в пограничном состоянии это как правило между сном и бодрствованием и вот кстати когда сталин ленин они у них были очень часто моменты когда они на кушетку ложились как бы подремать вот вот это вот усталость которая накапливается вот в эти моменты происходит как правило вот эта мощная инвентация естественно это привязано к определенным и астрологическим циклом потому что в зависимости от того с какой сущностью он взаимодействует это разные таразы диака действует и солнечная активность и лунные фазы это все тоже влияет потому что это выстраивает каналы связи насколько более эффективно переходит информация и эти люди по сути через подсознание получают внушение но есть и типы тех которые даже в состоянии полного бодрствования полного сознания они просто подключены к этим демонам которые управляют ими как правило вербально и вот на примере соловьёва это хорошо видно иногда когда он выступает своих передачах и его несет и видно вот это вот негативная но такая мощная энергетика которая зажигает людей это как раз моменты вхождения вот этих интернальных демонических личностей тела этого человека когда они заменяют собой разум этого человека он отходит на второй план и они фактически выдает за него вот тогда очень сильно повышается тональность и вибрации и вот эти вибрации влияют на огромные массы населения потому что у них нет препятствий физического мира они как бы моментально эти волны проходят без всяких фильтров поэтому человек который не имеет защиты духовной да он как правило люди которые духовно ориентированные их от этого тошнит воротит они переключат телевизор встанут и уйдут им им противно их начинает трясти потому что вот эта энергетика входит в диссонанс с их собственной энергетикой да в диссонанс а люди которые не имеют этого они вот потребители люди потребители я их называю для них главное пиво сосиска макарошки и вот отвалиться на диван естественно они подвержены очень сильно вот этому влиянию поэтому эти люди которые на массы работают они очень опасны и их следует конечно же нейтрализовать вот если русский народ и украинский народ хочет достичь мира необходимо в первую очередь нейтрализовать вот эти репитеры вот эти антенны которые вносят вот эту страшную энергетику войны братоубийственной войны но как люди могут это сделать нейтрализовать люди же даже вот я думала над этим вопросом мне кажется человеку но если конечно найдется какая-нибудь жанна дар да а если нет то человеческая масса не способна сопротивляться но так устроена божественная природа как раз устроена так что человеческая масса не может сопротивляться обязательно будет я думаю что мы это уже обсудим в следующем ролике значит тогда до следующего раза до свидания до свидания а